Проверки автобусов на конечных остановках в рамках оперативного мероприятия «Технический контроль» сотрудники ГИБДД совместно с Управлением Государственного автодорожного надзора проводят в Ленинском городском округе регулярно. Водительское удостоверение, страховка, ПТС, путевой лист и другие документы, необходимые для перевозки пассажиров, проверяются в первую очередь. Затем сотрудник ГИБДД осматривает само транспортное средство. Проверяется техническое состояние автобусов, наличие карт водителей для тахографов, самих тахографов, то есть проверяется время режима труда и отдыха водителей. Также проверяется, есть ли в салоне огнетушитель, медицинская аптечка, работает ли световая техника. С таким проверком вы как относитесь? Соблюдаете ли все описания? Конечно, соблюдайте. В этот раз во время рейда удалось выявить только одного нарушителя. У остальных водителей как с документами, так и с транспортными средствами все было в порядке. У водителя отсутствует карта тахографа, нарушения. Будем писать 36 приказ Минтранс, нарушен, будем составлять административное право нарушения на водителя. Мы не можем понять, сколько он находился за рулем, какое время, когда он выехал. Поэтому ему сейчас нужно будет проследовать до территории автобусного парка. К административной ответственности будет привлечен не только сам водитель, но и компания-перевозчик. За такое правонарушение что водитель? 2000 рублей штраф. Кстати, 11-23. И на должностное лицо тоже выпишем штраф на технику. Это 7000 рублей. Перевозчик должен осуществлять контроль, должен оснащать водителя этими картами. И, соответственно, перед выпуском на линии проверять техническое состояние и наличие, чтобы все было у них в порядке, подписывая путевой листы. Такие рейды стражи порядка проводят ежемесячно. Чаще всего выявляют неисправность световой техники. Не работают поворотники, стоп-сигнал или фары. Такие нарушения представляют прямую угрозу жизни водителю и пассажирам. Поэтому до устранения неисправностей транспортное средство, как правило, снимается с рейса. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видно этого. Субтитры создавал DimaTorzok